Продолжение следует... 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 Продолж... Продолж... Продолжение следует... 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 потому что, в конце концов, мы смогли проверить, но мы сделали эксперимент. Они сказали, что мы видим, почему у нас есть бактерии, которые приходят в Европе, в зонах холодных, как Индия или Чили. То есть, мы называли компаниями, а то, что мы хотели сделать эксперимент, и мы хотели получить посадки в Индии, в Индии, на неделю, 15 дней. Тогда мы начали искать людей, которые хотели сделать исследование, и они собрали 40 человек, 200 человек, и они сказали, что надо знать, что мы будем делать на следующем траге, который у нас есть бактерии, чтобы посмотреть, что у вас есть бактерии с антибиотиков или нет. Тогда у нас есть многое, что интересно. И они смотрели, что 99% из этих людей, в этом случае, в этом случае, в 99% не имеют бактерии. Один человек, который не имеет бактерии, не имеют бактерии. И они смотрели, что вы будете вести вакансии на Индии, когда вы возвращаете, мы говорим. Они вакансии на Индии, у нас есть неделю, у нас 15 дней, и когда они обратили, они Возвращение в среднем тази, в среднем в среднем, в среднем в среднем в среднем в среднем. И тогда, как и многие люди, как они очень интересуются, сказали, что здесь происходят? Где они заливали, где они сходили? Вentre них там? Пошли в городе, в Бомбасе? Давай. И потом, в Маганрху, в Аартаках Петри, в Индии, и они находятся где были исключения бактерий, и первое, что находятся были на земле. В Индии есть фесты, в Индии, где люди бане во революции. Собираются мустрой в революции и увидели, что они были лены бактерии, который бане, зато говидно. Люди бане, буквально, в вагон, в воды, лены бактерии, зато говидно. Но они сказали, что туристы не отдадут. Они дадут фотографии, но не отдадут. Это у них было удовлетворено в другом месте. И начинают искать. И рейте о том, что пикареска спальня. Но люди, когда они идут в Индии, обычно на vacaciones, очень холодно, и туристы хотят не прескаться. То есть, что делают? Их покажут в венедом 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 футбуде, и эти, вот, приходят в школу. И это в школу, при тебе охраняющий год или немного вентиляный водор. Ишли в середину. Ведь у них есть 100 грамов с помощью рупой. И в гости вилдите в 100 грамов сourти хранения. То есть что делать 7 грамов с ухтом, сколько у них можно будет больше. И вот эта форма с которой очень много людей. Но исследователи сказали, что не хватает нам много, что не все люди едут сандирами. Давайте исследуем немного. Они сказали, что в рейках. Где они приходят в этой зоне? И они были в рейках. И, когда они поедали в рейках, начали происходить больше бактерий, которые происходят на антибиотики. И начали происходить через реку, и они приехали к тому, где была проблема. В Индии и в Китае есть кластерские компании фармакетики, которые производят антибиотики генетики для всех. И они медлены уровень антибиотики в воде, и они находили уровень антибиотики терапевтики. То есть, когда ты идешь к Балдецилле и видишь, что у пациента в воде, в воде, то есть, что мы добавляем для того, чтобы убить антибиотики в 24 часа, они вводили на воде, а в выходе от этой компании. Возможно, это неизвестно, но, конечно, это все, это все, все, социалисты, и в китайской системе, и так далее. Вот так же, как у нас есть бактерии, с некоторыми местами, с большим инфекциям, и с другими местами. Это происходит в Индии и в Китае. Но, что происходит в Африке? В Африке это очень интересно. Я спрашивала с моими генерами, и спросила, как у меня есть бактерии в Африке? Это не имеет антибиотики. Они не имеют антибиотики, но они имеют антибиотики. И для того, что, дошли на Африки, которыеzone. И по сравнению с комплектацией в Африке, в магазинах и в многих местах не в компании, в больших местах, но в больших местах, в наших местах, в доктор неécнувлись, в упаковке. Возглашаюся в Учебе, и сейчас собирают их на фаргусел. То есть отдельно, чтоanka в молодежке, в магазинах, подойдет в своем городе, Его рода плачет в африке, а это молотно. как у нас есть 3 антибиотики, 1 парацетамол, 1 антитусиво, и ты будешь на фармаке, но что происходит? Эта люди не имеют денег для пакета. Лега на фармаке и говорят, что это антибиотико и это. И они говорят, что это 7 долларов, не имею. Сколько тебе? 1 доллар. Вместо того, я даю 4 пастилы. И когда ты будешь на фармаке, ты будешь на фармаке и так далее. Вместо того, мне пришлось revisать один артику, который говорит о эффектах экономики на увеличение инфекции в Африке. Это было довольно нормальное, но мне интересно. Я решила стать реферой и читала несколько вещей. Одна из того, что я читала, и я была документом с фотографией, что еще, в маленьких местах, когда у ребенка есть туберкулосис, это вызывает ферре и спаспорт. То есть, для улениваемых городов, у них не может быть еще одна вещь, взять ребенок в центре города и поставить 200 человек раз и мыдем к всему, когда у вас жцена и уточняет заболевания, вода в таком роде. Это же один вопрос. Как вам было также? Возможно, в больных данных ситуациях, который загрузится в больных пациентах. Когда мы говорим с данным, что у человека холодная пациентами взрослых и больных, но в хоббитое есть десятки и сотеных людей с антибиотиками. Эти антибиотиками для многих тратков. Не может быть трасплантами без антибиотиков, не может быть операций без антибиотиков, не может быть химиотерапия и тратков без антибиотиков. Но в хоббитое есть много антибиотиков, и где есть много антибиотиков, есть много антибиотиков. И где будут бактерии на хоббитое? Взяли в обеих дверях. У нас есть эксперимент, Леган до больного пациента и они посеют, с маленькими камнями, в октябре пациента, в комнату и в посеве. И в следующем году они подробно докажутся на сей день бактерий, чтобы в подстать всю квартиру, в октябре тете и в посеве, в октябре, в октябре, в октябре, в октябре, в октябре. Возвращение в больнице в больнице в больнице. задарного бумагу, покажу, шерст, дилования там по всей партой entonces как же происходит когда проблема с таким скромным в хоситале? и это люди не знают сколько мы убили кое-что для нас есть некоторое неум глаза сколько мы убили у человека с антибиотиками с дёвцией? я не знаю я не знаю потому что не стало в результате 40 лет Нет, нет. Сколько стоит? Сколько стоит? Делать антибиотико для человека, который имеет pneumonia. Я не знаю, что мне произошло. У меня есть pneumonia, потому что у меня не было хорошо париситис, но у меня не было в госпитале, потому что у меня не было в госпитале, потому что у меня была болезненно. После того, как мне дали этот трактор, я задумал, что я задумал, сколько стоило этот трактор. Первый антибиотико для меня стоило 50 евро, потому что я задумал. Но я задумал, если у меня не работает, что мне нужно дать? У меня есть 200 евро, и у меня есть 2 евро в день, и у меня есть 2 евро в день. Это, что мне нравится, чтобы у меня есть больно, когда у меня есть антибиотико, и не у меня, как у меня я, что с 50 евро, я спешиваю. Это, конечно, 50 евро, плюс, 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 плюс. То есть, если у меня есть сенсивная бактерия, у меня с 50 евро, и у меня есть 50 евро. И так мы сняли, и мы сняли, и мы сняли, и мы сняли, и все это, и у нас есть 50 евро, и мы сняли, 10 veces más, de hecho, el PIB mundial, un 2% de ese PIB mundial, un 2% del PIB mundial se va a utilizar en intentar curar a esas personas, se le va del tratamiento con el 2% del PIB mundial a 10 millones de personas al año, al año, es decir, que es un gasto económico que vamos a tener que asumir entre todos, ¿vale? Pues bien, ¿por qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya para terminar, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero lo que os decía antes, primero tomarnos bien los antibióticos, tomarnos bien los antibióticos, ¿vale? Porque, es curioso, está prohibido en España y en muchos países civiles, está prohibido por ley que en la farmacia te vengan antibióticos sin receta, ¿vale? Está prohibido por ley, está prohibido por ley que te vengan antibióticos sin receta, está prohibido por ley que te vengan antibióticos sin receta, ¿vale? Pero, muchas veces los científicos no nos explicaron las altas tasas de resistencia que hay en la comunidad, entre la gente que no está en hospitales, entonces hacemos de vez en cuando batidas en las ciudades y hacemos encuestas, íbamos preguntando por las casas y decimos, buenos días, ¿usted tiene antibióticos en su botiquín? Pues no sé, pero pase, pase y compruebe. Portugal, España, Italia y Grecia son los países que más antibióticos tienen en el botiquín sin utilizar, o a medias o caducados. Y si los pasamos a nuestro vecino cuando se encuentra mal, tranquila, que yo tengo antibióticos te lo dejo, no, 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 bueno, nada. Así de mal los utilizamos. Y hay otra cosa todavía aún peor, los antibióticos por ley no se pueden vender en las farmacias sin receta. Los antibióticos por ley no se pueden vender en las farmacias sin receta. Entonces los científicos hicimos lo que se llama el comprador misterioso. Nos hacemos pasar por un comercio comercial, un ama de casa. Esto se ha hecho en varias ciudades del norte de España, que no voy a decir cómo es. Entonces los científicos, de paisanos sin la bata blanca, entran en las farmacias y dicen, tengo una faringitis, soy un comercial que estoy de paso aquí, necesito un antibiótico, pero no tengo receta. Es que me los he dejado en casa y estoy de paso aquí, a ver si me podía vender un antibiótico. O de ama de casa. O la mía, es que lo de siempre, tengo una infección ahí abajo, pero yo ya sé cómo tratar. Tú dame los dos sobres de fosfomicina, yo me lo tomo. No me hagas ir al médico por el puesto. Si me lo puedes vender, es que ya me pica mucho y a ver si me puedes vender el antibiótico. O tengo una bronquitis. Mira, es que estoy de paso aquí y tengo una bronquitis y si me puedes vender un antibiótico, es que estoy hecho polvo. Necesito, es que se me ha acabado y necesito. No voy a ir a mi médico de cabecera allí, si me puedes vender. Pues, en la primera encuesta que se hizo en 2012, hace cinco años, el 60% de las farmacias vendían antibióticos sin receta. Y en 2014, dos años después, el 40%, todavía se siguen vendiendo antibióticos en las farmacias sin receta. Y luego no los utilizamos bien. ¿Vale? Entonces, eso es un problema muy grave. Por eso que lo primero es la educación. Tenemos que saber utilizar bien antibióticos. Tenemos que hacer presión sobre los políticos para que tomen medidas de verdad, no para que lleguen acuerdos. Acuerdos para controlar los antibióticos hace muchos años que se llevan tomando. Acuerdos se toman todos los días, pero luego no se hace nada. Eso no llega a la cara. Las leyes contra los antibióticos en las granjas de animales. También las hay desde muchos años, pero luego preguntas, la verdad es que se puso en un traco y le damos a mil cerebros antibióticos. Eso hay que controlar. Y para terminar, lo que os quiero decir es que, dentro de 30 años, yo no quiero que mis hijos me digan que hicisteis hace 30 años para pagar esto. ¿Vale? Bueno. Muchas gracias. Аплодисменты. 2. 10. 11. 11. а 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 но если вы 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 мне нет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Старочные грана. И что эти циентрические бреда делан на моску, что в программе есть и, когда они давали, например, оцидетрация ци reef, когда они убили грандами, и они давали aufgeIA оцидетрации на грандия, и есть одинаковый, это не умерение. Потому что они были грандами и грандами были инфекции. в Грант-Транс. Один грантся в грант, другой врачен, и там она умерла, и после того, что человек с учетами, когда выoungeили животные, когда получили животные, которые находивали животные и тыс, обжигали грант, и не дали животные, они являются животными и те же товарищи, как их имели… Продолжение следует... 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 Именно... ...мplus умерет... ...оторой способ, по сути, он подрывается в гене в улучшене из других окружных генеров ...свознание ...это, когда человеков умер, это очень полезно, он в том что, мы можем использовать огромные генера". И многие авторы злосты принимают генератором как раз выше. Я работал на генераторе 他是 в ​ кематрепостя в игре, и он получил многих вагонтин. zk Я wrestл leve геновозный звук на кинкетном процессе, в том числе в повороте симптомов, упомяя другими вагонтиками. Увеличивайте это последнее для геновозгетного муку. Я хочу спросить, как вы говорите, что происходит с мясом, но и все, что происходит с мясом? Потому что я, по-моему, много мяса. В мясе... В мясе... Я уже говорил, что... Я уже говорила, что я уже говорила, что... ...в основном, что у многих добавок в мире, в основном, это не инъекции. Они прощат в воду, в пятницу, в тонн. Кроме большого времени, в частности, в Киеве. В чём, как пистолиции, они в конце рейсов. Когда все остальные, они прощатся в воду и прощат в воду. В течение всего места, в течение всего места. что происходит? что есть также многие контролы качества те, что делают инженеры и инженеры оборудовании 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 10 кг и видят если в 10 кг или в 3 ворудовании ваним - как оборудовании как ворудовании у него у него это очень Многие не вибрации с бактерией не смеются. Потому что, потому что, вибрации, они не гибли, и многие гибли, но не дешевле. Они перешевле много в обществе. Но, наибрации, вибрации, мы с «экранди» не можем использовать. Как и о том, как и о том, как и о том, как и о том, что они не грязны. Потому что, если у нее измерили, который и наоборот, и у нас у нас остались, где Кому приходит cerca, и в аптеку готовить рекламу на эту пенку, где он и отдал? Останье перетит, пошли на эту пенку. А теперь мы отдали этот пенку. Они первые велики закрают на калит. Но они не будут предпочтежать рекламу... Последний пенку и спросить. Если вы думаете об этом, в суетах incomодобобном зоне, в течение земли, но в пистик и пакторий, они собираются в азаре индивидуально из этого лот. И по статистике, мы знаем, что если есть один процент из пиццов, то есть, что он уничтожен. Есть минимум, что если не выполняется, то все будет оттенков. Поэтому, что ты послезаешь, что ты послезаешь. То есть, если мы на пиццерском, мы купим несколько лотов... Это, что у нас есть контроль, что можно было сделать. Если ты идешь в пиццерском, то есть, что ты идешь в пиццерском, Но я тебе говорю, в моменте, максимум, что у тебя может случиться на диагнозе. Это не сложно. У меня есть два вопроса. Одна, в связи с целью, в зависимости от нашей жизни, в зависимости от того, как мы говорим о теломерах, и 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 Я, когда изучаю, например, лимитацию, и многие натуральные, которые вещества вещества, которые вещества вещества, они имеют вещество пробиотики, которые вещества, как сиатур, как сиатур, или как сиатур... Что есть вещество? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова то никто не может гарантировать, что это действительно функционирует. Вы можете взять и я думаю, что это феноменал. Вы можете сказать, что это имеет эффект реальный, сравнительно с другой человек, который, если он не принимает, он не может быть плохой. Или есть изменения. Есть такие базы для исследований, которые вы можете найти, если вы хотите купить продукт, то есть, если вы хотите купить клинику, то есть, если вы хотите купить клинику, то есть, что у вас есть больше эффектов и что-то с другой. В первых, мне очень нравится ваша пара. Она очень точная и милая. И в вторых, я думаю, что хватает одну вещь. В этом случае, что-то... В этом случае, что-то. Но, в этом случае, вы знаете, что-то, Но в этом случае, что известно, что у нас есть много вопросов, но может ли science обедаться на этих проблем? То есть, если мы начнем увидеть, что есть бактерии, которые с resistentes, можно ли исключить различные антибиотики? Что вы думаете? Это мне нравится. Это всегда вопрос. Что случилось с científicами? У вас это? Это не верно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 к формулу для антибиотиков. Я никогда не смогу получить что-то так влитко как антибиотиков. Также, однако, если мы исследуем в других местах, и обнаружим что-то, потому что, каждый день мы появляемся новыми вещами, маленьких деталей которые находятся в лабораториях, которые исследованы с бекариями, очень хороши, и обнаружены маленькие вещи. Но, когда появится с новым антибиотиком, только функционирует против одной из бактерий. И все остальные, не. Поэтому, есть новые новые исследования. Действительно, я думаю, что, в 1990, они обнаружили двух антибиотиков. Не так плохо, в 20 лет, в 30 лет. Они обнаружили эти бактерии, но не работали против всех, они работали с одной из бактерий. И эта бактерия против которой она работала вновь, вновь, она превратилась. Такое, что, фармакетиками они останутся и останутся их инвесионные инвесионные новые антибиотики. Естественно, эта политика должна быть изменена. Нужно инвесионные 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 для того, чтобы производить фармако ненавиен фармако ненавиен фармако ненавиен. Ненавиен миллионы долларов, и ненавиен 10 лет. 6 лет марок наonna. Универсни год. И миллиона из аппаратов на два, один долларов другие à Вы знаете, как инфлюет или не инфлюет в развитии этих пробиотиков? В принципе, не инфлюет. Они не инфлюет. Я имею историю о использовании пробиотиков, которые я рассказал в некоторых случаях. Я работал в центре исследования и она, который продвижает продукты, нам сказал, что ваш центр очень хорошо, что нам будет селиться для нашего продукта. Вы оставили много мастер и много денег для того чтобы вывозить продукты на животных. Как вы сами знаете, мы оставили продукты и попробуем, и вы увидите как это работает. Поэтому мы собираем много животных, я не знаю, есть люди из моих групп. Продолжение следует... Но не было ничего. Но ни виру не изменяя, ни виру не изменяя, ни виру не изменяя, ни виру не изменяя. Поэтому, компаниями говорили, что уже консультация. То есть, или они обращали пробиоптику, который был с этим продуктом, или они продавали что-то, или что-то может быть более чем-то. Энсайос клинические. Если не есть инсайос клинические, то вы расскажите о публике, или что-то, что-то есть. Спасибо. Cuando le tomas toda la dosis te aseguras de que por lo menos te has cargado a las bacterias que son malas. Te has cargado todo el mundo también. Pero por lo menos te aseguras de que te has cargado todo el mundo. Si dejas de tomar el tratamiento, las pocas bacterias malas que quedan, aunque no sean resistentes, pueden volver a causar infección. Lo que se llama la superinfección. Es decir, que muchas veces, y eso lo vemos en el hospital todos los días, si tú no te acabas el tratamiento, recargas. Puede ser una semana más tarde, o puede ser 20 días más tarde. Pero esas bacterias, si no se mueren y el sistema inmunitario no las elimina, vuelven a agotar. Porque no hay nada más calentito. Y con más comidita, el cuerpo humano va a no agotar. Entonces ahí están muy felices. Identifican, vamos, no veas tú. ¿Pero las resistentes ahí siguen? Las resistentes siguen ahí. Claro, si no te funcionas antibiótico, entonces lo que pasa es que te tienen que cambiar el antibiótico. Entonces, si tú tienes una infección de garganta, vas al médico, y te tomas toda la dosis, si no se te pasa, tienes que ir al médico y decirle, oye, tío, y te cambian el antibiótico. Te da otro más potente u otra cosa. Si no te funciona, si evidentemente te tienen que dar otro. O sea, que te da otra vez, te cambian el antibiótico y te la harías cambiando las quedantes. Exactamente. El sistema inmunitario, precisamente, trabajamos con el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es, para mí, una de las cosas más dolorosas que hay en la naturaleza. Cuando tú ves, con un vídeo, con un microscopio, como las células del sistema inmunitario protegen nuestro cuerpo, cómo se comen las bacterias, es increíble. Eso lo tienen que enseñar en el colegio de la universidad. El problema es que estas bacterias, muchas veces, se multiplican muy rápido, o son capaces, incluso, de multiplicarse una vez que las células del sistema inmunitario se las han comido. Se las comen, pero no las destruyen. Están dentro, y dentro son capaces de multiplicarse, y de matar esa célula que se las ha tragado. Son los patógenos intracelulares. Entonces, contra esos, una vez que están dentro de la célula, los antibióticos que mandan las bacterias intracelulares no le hacen nada. Y hay que darle un antibiótico que funcione tan bien contra bacterias intracelulares. El sistema inmunitario hace mucho. De hecho, el control más claro es que cuando tú tienes el sistema inmunitario bajo, coges cualquier cosa. Seas inmunodeprimido, seas un trasplantado, seas después de una operación. Si no tienes el sistema inmunitario bien, coges cualquier cosa. Hay que estar sanos, fuertes. Si no tienes una bacteria resistente, el antibiótico nunca ha acabado de ello. Sí. Y te curas. Entonces, el antibiótico no provoca resistencia. No, no, no. El antibiótico no provoca resistencia. Lo que hace el antibiótico es seleccionar las resistentes que ya hay. ¿Por qué hay bacterias resistentes? Porque hay tantas que cuando copian sus genes se producen errores. Y uno de estos errores puede dar lugar a que se cree una proteína de resistencia. Entonces, los antibióticos lo único que hacen es seleccionar a esa que quedó ahí. Y hay muchas que están en el intestino. ¿Qué pasa? Que cuando nos cargamos a las demás, esa, aunque solo sea una, empieza a multiplicarse. Entonces, hay muchas resistentes. Pero aunque termine ese tratamiento, ¿cómo se ha terminado? Si terminas el tratamiento y quieres bacterias resistentes, que son las que te están causando de enfermedad, te tienen que cambiar de antibiótico. Probar otro. Para ver si otro diferente, que actúa sobre un mecanismo distinto, puede matarlo. Antes de que tengas enfermedad, antes has estado hablando de que es importante lavarse las manos. Por ejemplo, cuando vas a escuchar antes y después. Entonces, mi pregunta es relacionada con la higiene. Por ejemplo, ¿es importante tener una cierta higiene especial en ciertas zonas, por ejemplo, como la cocina o el baño? O a veces un exceso de higiene puede ser contraproducente. Pues ni chicha ni limona. Evidentemente, si llega mi hijo con las manos sucias de jugar con el barro, pues tiene que lavarse las manos. La cocina no puedes tenerla hecha polvo por ahí. Nuestro pajo que lleva tres meses ahí. O sea, ni mucho ni poco, ni exceso. Hay gente que cree que las alergias están producidas porque lavamos demasiado los niños y tenemos demasiado cuidado con que no se expongan a suciedad y cosas así. Y realmente, nuestro sistema humanitario se educa cuando somos muy pequeñitos. No tiene nada que ver con lo que hagamos después. ¿Vale? Depende de los primeros meses de vida. Dependiendo de eso y de nuestra genética vamos a tener alergias o no. No porque un niño se lave siempre las manos va a tener más alergias o más alergias. ¿Vale? La higiene es fundamental. Pero sobre todo hay que tener higiene cuando estamos cerca de gente que está o inmunodeprimida o en un hospital, etc. Si está enfermo, nos puede pasar las bacterias en otros y si está inmunodeprimido le podemos pasar las nuestras. Hay muchas bacterias malas. Pero una bacteria buena en un mal sitio o en un paciente inmunodeprimido puede ser mala también. ¿Vale? Hay que largarse y las manos en el hospital dentro o fuera. ¿Vale? Vamos a ver. Os acordáis que hay unos dispensadores de un producto de alcohol. Es un tratto. O si vuestro... Al paciente que vais a ver siempre hay un baño en la habitación o cerca. Le agarre las manos. ¿Vale? Es la fuente fideligna, la fuente más común de infecciones en hospitales. Las manos. No solo las manos del tío que va a visitar a su papá. Sino las manos de la enfermera, las manos del médico, etc. Por eso la higiene del personal hospitalario es tan importante. ¿Vale? ¿Vale? Estaba pensando un poco en lo que me ha comentado de que al final que tomas el antibiótico o no, da igual porque la resistencia se selecciona. No obstante, yo estaba pensando en aquellas bacterias que tienen resistencias internerias, que tomar el antibiótico a la cosa es suficiente. El tiempo suficiente la eliminan. A pesar de que hay una cierta resistencia. A ver más un comentario que confirme eso. Sí, sí. Pero bueno. Así que en una resistencia intermedia, al tomar un tiempo suficiente, lo eliminan. En la situación de que tú no te lo tomes, esa resistencia se ha seleccionado. Más o menos. Sí, eso es verdad. ¿Más preguntas? Sí. Yo voy a decir una cosa que no sé si será una tontería. Yo pienso que los... No importa, yo... Yo pienso que los científicos, en lugar de buscar una... un super... Cuidado. Un super antibiótico para tratar las superbacterias, pues igual lo que tenían es que buscar un super medicamento para reforzar las defensas del individuo para que las propias defensas maten a las bacterias, ¿no? En eso estamos, en eso estamos. Sí, sí. Bueno, si nos dejan más dinero hacemos cosas más interesantes. Eso es seguro. Los antibióticos funcionan. Como están dejando de funcionar, hay que tomar alternativas. Una de ellas es potenciar el sistema immunitario. Otra de ellas es buscar virus específicos que maten a actividades específicas. Hay muchas opciones. El problema es que ninguna de las que tenemos hasta ahora, y a corto plazo, a medio plazo, tampoco va a haber ninguna, tan buena como las antibióticos. Ninguna. De momento no va a venir. Dijiste 10 millones al año de multos en 2050. Un poco, ¿no? Sí. Bueno, en realidad... Eso lo está poniendo fatal. O sea, por lo muy bien que lo hagamos ahora en España, en Europa, en la gente que lo tenemos todo por efecto, alguno que venga desde cualquier otro lado y lo traiga. Lo primero es lo que yo les dije. Primero, conocer el problema. Es que la gente no conoce este problema. ¿Quién había oído hablar todas estas cosas antes? Vale. Un 10% de la población conoce este problema. Y la mayoría somos relacionados con la gente. Un por ciento. Un 90%. Un 90%. Un 90% pues no tiene problema. Todos hemos oído hablar un poco. No lo toma. A ver, sí. Vamos a ver. Yo creo que... Otra cosa es... Lo hagamos caso. Otra cosa es que tengamos... Eh... A ver hasta qué punto me lo he estado. Un par. ¿Vale? Porque yo, en esta... Hoy estoy teniendo un montón de contravenciones. Por ejemplo. Vamos a ver. Ya hemos dicho. Acabas las 10, ya he dicho. Pero lo más importante es... Estar fuerte. Tú te tomas el antibiótico. Ayudas a matar. Porque tienen muchas. No podemos contar. Te tomas el antibiótico. Cuando ya quedan pocas. Las pocas que quedan. Tú ya las acabas de matar. Tu sistema immunológico. Entonces. En muchos casos. En muchos casos. Entonces. El problema de. Tomar el tratamiento entero. Completo. 10 días. 12. 8. Lo que sea. Es. Para aquellos que ya. Están mal. O sea. Son muy mayores. Tienen el sistema. 19. A mí me ha pasado. Y yo no soy mayor. Y tengo el sistema. Y me ha pasado a mí. Pero. Como tú estás bien. Y ahora. Como tú estás bien. Estás fuerte. Te da bien. Como tú. Tomas. Tres días. Has matado. A mayor parte. Y a mayor parte. Y a mayor parte. Los matan tú. No. Eso de que se me queda. Y luego. Me van a afectar. Yo nunca me vuelvo a afectar. Si me vuelvo a afectar. Si me vuelvo a afectar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces. Te cuento el dato de verdad. No. Quiero decir. Yo. En la situación de otra persona. Tanto. Joven. Todavía. Muy bien. Muy bien. Entonces. Me roto. Tres días. Tres días. Que es lo que más. A veces ha pasado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No. La pregunta no. No. No hay ninguna competición. No hay ninguna competición. No. Yo. Tomo cuatro días. La mayoría de la mayoría. Otra vez. No hay ninguna competición. A lo mejor. Dentro dos años. Vuelvan a que la atención. Ahora. Ni me viene. Porque me tocas las ideas. Y me toca la misma competición. Pero. No la batería. De la año pasado. Es una nueva. Es una nueva. Ya. ¿Dónde te coge? Que cosa desea. En el bar. En la discoteca. En el trabajo. O sea. En el bar. En el trabajo. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok